Джентльмены, поздравляю вас. Мы приглашены на бал в дворянское собрание. Как это замечательно, сэр. Какая прекрасная возможность отвлечься от повседневной жизни, от политики. И, тем не менее, не кажется ли вам странным, джентльмены, на 74-м году советской власти мы вдруг оказались в дворянском собрании. Не знаю, не знаю, сэр. Во всяком случае, я в дворянском собрании. Чувствую себя гораздо более уютно, чем на 74-м году советской власти. Джентльмены, напоминаю. Мы все-таки на балу. У нас светская беседа. Давайте поговорим, ну, хотя бы о том, возможно ли вообще возродить в нашей стране дворянство. А почему бы и нет, сэр? Тем более всем известно, что основатель нашего социалистического государства тоже был из дворян. Посмотрите вокруг. Светское общество. Музыка, танцы. Кстати, джентльмены, я где-то слышал, что на балу можно записаться на танец. Вы собираетесь это сделать, сэр? Нет, я просто хотел узнать, нельзя ли вместо танца записаться, ну, скажем, на холодильнике или стиральную машину. Какая проза, джентльмены? Неужели нельзя поговорить о чем-нибудь более возвышенном? Например, о женщине. А что, джентльмены, наши женщины всегда боролись за свой суверенитет. И вот как вы думаете, что было бы, с любимым все-таки удалось отделиться от мужчин и создать независимую женскую республику? Я думаю, сэр, это была бы единственная суверенная республика, которая сама бы потребовала ввести туда войска. Так, не стыдно, сэр. За такие высказывания в адрес дам в прошлом веке вас вполне могли бы вызвать на дуэль. Кстати, о дуэли, джентльмены, мне кажется, что эта дворянская традиция у нас в народе незаслуженно забыла. Вы правы, сэр. Я, например, думаю, что в первую очередь дуэль нужно восстановить в ад. Безусловно, сэр. Причем хорошо бы в среде высшего генералитета. Кстати, джентльмены, меня все-таки очень волнует вопрос. Когда же, наконец, перестройка заглянет в армию? Не волнуйтесь, сэр. Даже если она туда и заглянет, ей там дадут надежный отпор. Джентльмены, о чем? И потом в нашей жизни есть не менее важные проблемы. Вот, скажем, представьте, вы с дамой идете на бал, и вдруг дорогу перебегает черная кошка. Как уговорить даму пройти вперед? Я думаю, сэр, легче оговорить кошку вернуться обратно. Кстати, о приметах, джентльмены. Известно, что если вы находитесь между двумя людьми с одинаковыми именами, то можно загадать желание. А вот интересно, сэр, какое желание можно загадать, если вы оказались между двумя людьми с одинаковым отчеством? Ну, скажем, Кузьмич. Между ними невозможно оказаться, сэр. Они оба справа. Джентльмены, довольны. Люди устали от политики. Тогда давайте об экономике. Сэр, я вас умоляю. Взгляните. Бал, фрукты, шампанское. Причем здесь наша экономика? Ну, неужели вас больше ничего не интересует? Ну, почему же? Меня, например, очень интересует, что сегодня на праздничном столе у наших телезрителей. Ну, будем надеяться, сэр, что хотя бы скатерть. Так, все. Танцуем, джентльмены.